Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении краткий обзор сегодняшних новостей. Ученые доказали, что армянский народ является коренным населением всего армянского Нагоря, Акифрата и Дарек-Кур и Аракс. Российские миротворцы оказали адресную помощь вынужденным переселенцам в Арцахе. Завершился тур по номинациям на премию «Аврора» следующего года. Было выдвинуто 592 кандидата со всего мира. При нападении боевиков в Сирии погиб один военный. В октябре в Турции были осуждены 58 журналистов. Скелет человека возрастом 1500 лет был найден при раскопках в древнем городе Пайреп в Западной Армении. Во французском городе Биориц установили памятник жертвам геноцида армян. Приближается долгожданный праздник читателей «День и ночь книги-2021». Армянский народ является коренным населением всего армянского Нагоря. Это доказывали ученые Гамк-Релидзе, Иванов и многие другие. Оно расположено в треугольнике, который состоит из Ефрата и Тианицы до Рек-Кур и Аракс. Еще в период Араратского царства Урарту могущественные армянские цари завоевывали эту территорию к востоку от них, вплоть до Баку, древнего армянского города Бакуракерт, и лежащие на Каспийском море территории. Где вы были, потомки племен Ака-Юнлу и Карако-Юнлу, что намного позже, с XII по XIII века, проникли в Персию, а оттуда и в Армянское Нагоре, а затем, впоследствии недальновидной политики Визанской империи, вы распространились по Западной Армении, дойдя до Средиземнего моря и Дарданелия и Босфора. Или вы гордитесь тем, что в 1918 году с хитростью Османской империи и Ататюрка назвались государством Азербайджан? Может быть, с названием азербайджанцы, которое дал вам Сталин? Это ваша история? Если это так, то самая маленькая часовня в наших деревнях и на склонах гор имеет еще более древнюю историю, чем вы. Российские миротворцы оказали адресную помощь вынужденным переселенцам в Арцахе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации. Специалисты Центра гуманитарного реагирования российских миротворческих войск в Нагорном Карабахе оказали адресную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам и многодетным семьям в Степанакерте, говорится в сообщении. Помощь оказала благотворительная организация «Милосердие». У нас индивидуальный подход к каждой семье. Сегодня мы предоставили обувь для детей и взрослых. Каждый ребенок получил две пары обуви, сказал Дмитрий Тусидин, представитель миротворческой группы. Также жители обеспечивают предметами первой необходимости – обувью и одеждой, стиральным порошком, кухонной техникой, продуктами питания, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены и игрушками. Всего с ноября 2020 года более 6700 вынужденных переселенцев получили гуманитарную и медицинскую помощь от российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявляет о закрытии номинации 7-й гуманитарной премии «Аврора». Сотни людей со всего мира выдвинули 592 кандидата. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает пресс-служба гуманитарной инициативы «Аврора». Старт выдвижения был дан в 2021 году, 24 апреля, в День памяти жертв геноцида, совершенного против армян. В тот же день были объявлены пять героев «Авроры», которых избрала отборочная комиссия премии «Аврора» за их смелость, преданность и влияние. На премию «Аврора» 2022 года были выдвинуты кандидатуры из 62 стран. Отборочная комиссия премии «Аврора» рассмотрит заявки и выберет героев в 2022 году, а затем и лауреата премии «Аврора». Имена героев «Авроры» будут объявлены в 2022 году, 24 апреля. При минометном обстреле по позициям правительственных сил в районе Джурина в Латакии погиб один военный, как передает Армен Пресс со ссылкой на РИА Новости. Об этом сообщил заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Херберт-Эларус, по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Джурин погиб один сирийский военнослужащий, сказал Кулить. Он также сообщил, что террористы группировки Джебхат-Ан-Нусра совершили восемь обстрелов в Идлибской зоне до эскалации. Согласно отчету проекта «Цена информации», по меньшей мере 58 журналистов и работников СМИ предстали перед судом в октябре и были приговорены к общей сложности к 896 годам лишения свободы. При поддержке Союза журналистов «Медиа за демократию» «Демократия для СМИ» был предоставлен октябрьский отчет о программе, в котором рассматриваются ежемесячные нарушения прав журналистов и судебные процессы над журналистами. В докладе отмечалось, что октябрь уступает позиции по количеству судебных процессов, давлений, угроз и нападений на журналистов. В докладе подчеркивается, что давление на журналистов не ограничивается только протекающими судебными процессами. Отмечается также, что за этот же период было начато новое расследование в отношении семи журналистов, а два журналиста были арестованы в ходе приобретения новостей. За тот же период четыре журналиста подверглись непосредственному нападению и угрозам. В Западной Армении, в древнем городе Пере, в армянской провинции Самасат-Адияман, были проведены раскопки, вследствие которых обнаружили скелеты двух мужчин, возраст которых предположительно составляет 1500 лет. Пере – один из пяти крупнейших городов королевства Комагене, который сохранил свое значение и в римском периоде. В прошлом году во время раскопок здесь было обнаружено 220-метровое ступенчатое строение, а в этом году во время раскопок на глубине 350 метров в гробнице были найдены кости двух молодых людей. В гробнице не обнаружено ни одной находки, кроме скелетов. Посол Армении во Франции Асмик Толмаджан приняла участие в открытии памятника жертвам геноцида армян во французском городе Беориц. В церемонию приняли участие и выступили мэр Беорица Медер Аристоги, а также представитель армянской организации «Агур Армения» Клеман Паракян. На мероприятии присутствовали также общественные деятели и представители армянской общины. В своем выступлении посол Толмаджан выразила благодарность мэру Беорица в связи с установлением памятника жертвам геноцида армян, подчеркнув важность памяти и поминовения, а также она выступила против отрицания, которое в сочетании с безнаказанностью открывает двери перед новыми преступлениями, очевидцами которых мы стали и в Арцахской войне. 4 ноября по инициативе компании «Букинист» состоится день и ночь книги 2021. Корреспондент Армен Пресс побеседовал на эту тему с основателем «Букиниста» Хачиком Варданяном, который рассказал, что идея организовать ночь книги родилась шесть лет назад. В рамках праздника книги и различные предметы, предоставленные в сети книжных магазинов «Букинист», продавались со скидкой 30% с 10 утра до 10 вечера. В прошлом году мы превратили праздник в день и ночь книги, чтобы избежать распространения вируса из-за эпидемии. Мы это сделали и в этом году. То есть 4 ноября с 10 утра до 10 вечера книжный магазин будет продавать книги со скидкой, а с 10 вечера до 10 следующего утра продажа будет продолжаться онлайн на books.am, сказал Варданян. Мероприятие пройдет во всех магазинах «Букиниста», в книжных магазинах «Сивана» и «Дилиджана», а также в книжных магазинах «Армавира», «Масиса», «Гориса» и «Капана». В рамках праздника ожидаются развлечения, возможность сфотографироваться с любимыми героями книг, интеллектуальные и развлекательные игры, розыгрыши, ряд сюрпризов. Завершение наших новостей. Амшенская свадебная танцевальная песня. Ансамбль «Возвращение». Амшенская свадебная танцевальная песня.